Петербургские моберы открывают новый сезон. В этом году горожан ждет много сюрпризов от организаторов спонтанных представлений. Планируется побить рекорд и попасть в книгу Гиннесса по числу участвующих во флешмобе. Одно из молодежных движений обещает собрать несколько десятков тысяч человек. Доброе утро! На первом канале включение из Петербурга. Если рядом с вами неожиданно начинает танцевать респектабельный человек, а потом к нему присоединяются десятки других окружающих вас людей, не пугайтесь. Это и есть флешмоб. Просто достаньте телефон и снимайтесь. Они могут танцевать, появиться в метро в костюмах звездных войнов, запеть аллилуя в кафе или синхронно застыть прямо посреди улицы. У моберов много трюков, с помощью которых они развлекают себя и прохожих. В Петербурге этим занимается команда Дмитрия Муна. Позиционируем флешмоб как культуру. Это раз. И сейчас мы будем работать на качество, а не на количество. Если раньше мы работали на количество, делали, как помнишь, 12-12-12 и так далее, у нас было очень много людей, но было некачественно. Сейчас же мы делаем меньше народу, но очень качественно. Флешмоб родился в Америке в 2003 году. Через пару месяцев первые акции уже состоялись в Москве и Петербурге. Представление хоть и кажется спонтанным, его идея рождается заранее, тщательно продумывается. Сначала дома, потом рассказываешь друзьям, потом идешь к команде. Мы корректируем вместе с хореографом, вместе с нашей командой. У каждого своя задача. Виталий Уливанов – профессиональный постановщик флешмобных танцев. Уличная хореография упрощена до предела, учитывая погоду, неудобную одежду и, конечно, покрытие. И тем не менее, это должна быть яркая вспышка, способная сотрясти монотонное течение городских улиц. И ради этого моберы часто идут на риск. Для зрелищности идем на риски, добавляем акробатов в нашу постановку и какие-то сложные рисунки используем. То есть это не просто как раз таки сделать не только танцы, а с учетом красивых перестроений, чтобы можно было откуда-то сверху снимать, это все как бы двигалось. И акробаты, это у нас, когда мы устраивали в торговом центре флешмоб, у нас были и скейтеры, джамперы, то есть они прыгали. Это очень много всего дополнительного используем. Нередко риски моберов заключаются еще в столкновении с блюстителями порядка. Но в последнее время власти больших городов стараются не усложнять жизнь молодежи. А особенно продвинутые чиновники даже помогают, как это случилось в жизни команды Дмитрия. Тогда еще он пришел к нам только-только, когда зарождалось это движение со своей идеей, попросил, ну в первый раз попросил помещение. У нас среди сети подростково-молодежных клубов есть такие помещения, где все-таки небольшими вот группами людей можно так достаточно удобно заниматься. Ну вот собственно с этого все и началось. И продолжается по сей день, мы можем предоставлять и помещение, и, ну грубо говоря, для тренировок, можем какие-то открытые площадки согласовывать с милицией, там со всеми органами. Появляющиеся из ниоткуда и снова растворяющиеся в толпе. Между этим синхронное действие, вызывающее у случайных зрителей удивление, иногда даже шок. Флешмоберов называют умной толпой, хотя в ней собираются, как правило, яркие, творческие, веселые индивидуальности. Тамара Терехова одна из таких. Мобер со стажем. В этом можно саморазвиваться, то есть какие-то, допустим, повышения коммуникабельности, вообще элементарные навыки получать, которых нет в обычной жизни. Мне это давалось легко, потому что я 10 лет занималась как бы воевыми искусствами, учила движение, то есть на лету осталось только под музыку подстроиться. В позапрошлом году петербургские моберы пытались попасть в Книгу рекордов Гиннеса, создав гигантские цифры из нескольких тысяч людей на Дворцовой площади. Не удалось. В этом году будет вторая попытка. В мае там же на Дворцовой Дмитрий и его единомышленники обещают собрать 50 тысяч человек. Чем будет удивлять нас эта масса людей, пока остается секретом. Марат Арнис, Антон Голубев, Владимир Пивнев, Валентин Говорушкин, Первый канал, Петербург.